МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас ежегодно делаются прогнозы на зиму, на то, как велика будет заболеваемость гриппом. Вот на эту зиму какой у нас прогноз? Насколько будет бушевать здесь грипп? Грипп – это сезонное заболевание, поэтому каждый год мы ожидаем вспышки этого заболевания. По данным ВОЗ, нас не обойдет в этом году заболеваемость гриппом. Сказать, насколько больших масштабов будет заболеваемость, еще невозможно. Но то, что грипп будет, это однозначно и не поддается обсуждению. Больших пандемий, конечно, не ожидается, потому что все-таки каждый год население прививается против гриппа. Но то, что подъем заболеваемости будет, время покажет. На сегодняшний день есть уже случаи заболевания? Да, мы уже зарегистрировали первый случай заболеваемости гриппа. У ребенка, ребенку год и восемь месяцев. Он находится на лечении в детском инфекционном отделении. Грипп лабораторно подтвержден. Рано в этом году? Нет, не рано. Как правило, грипп вторая половина августа начинается. Сентябрь, октябрь – это для гриппа характерный сезон. Потом немножко идет затишье. И первая половина зимы, январь-февраль, конец декабря – это тоже характерный для гриппа подъем. На сегодняшний момент поступили уже в больницу вакцины от гриппа? И какие вакцины, что у нас в этом году? Наталья Владимировна. В первых числах сентября Центральная городская больница нашего города получила отечественную вакцину «Сови-грипп», которая включает в себя те штаммы гриппа, которые, предполагается, будут циркулировать в этом году в нашем регионе и в России. Эта вакцина отечественная, но достаточно современная, достаточно эффективная вакцина. Поэтому обязательно вакцинация всех людей, которые по состоянию здоровья не противопоказана, обязательно вакцинироваться и защитить себя. И если рядом с вами есть те люди, которые невозможны проведения вакцинации, то и позаботиться о их состоянии благодаря тому, что привьетесь вы. А в каком количестве вакцин поступило? Достаточно на всех вакцин? Количества вакцины достаточно. Все желающие будут вакцинированы. Поэтому приглашаем на вакцинацию. У нас есть категории граждан, которые обязательно должны пройти вакцинацию. Согласно национального календаря прививок, вакцина против гриппа ставится с 6 месяцев деткам. С 6 до 3 лет – это двукратная вакцинация с интервалом между ними в 4 недели. Дело в том, что в этом возрасте имеются особенности работы иммунной системы. И вакцинация идет двумя дозами, в половиной, так сказать, дозе, чем у взрослых. Поэтому и ответ на повторное введение, он больше, эффективнее именно для данной возрастной категории. Все остальное население прививается после 3 лет и без ограничения возраста однократно, один раз в год, вот перед подъемом заболеваемости. Есть группы населения, которым рекомендовано, согласно инструкции по применению гриппа, в первую очередь привиться. Это те, которые заняты, конечно, в сфере обслуживания, медицинские работники, работники образования, все студенты, школьники, дети детсадовского возраста. Как уже сказала, и те, которые дома, еще малыши, 6 месяцев, тоже должны быть вакцинированы и защищены от данной серьезной вирусной инфекции. А есть противопоказания к прививке? Ну, то есть, возможно, временные, либо постоянные, когда стоит воздержаться все-таки? Временные и постоянные противопоказания для вакцинации есть у любой вакцины. Но, что касается гриппа, временные противопоказания – это острые заболевания на время того, когда человек заболевает, и после выздоровления, через 1-2 недели, возможна вакцинация. Либо обострение каких-то хронических заболеваний, тоже в период ремиссии, когда человек достигает стойкого состояния здоровья, то проводится вакцинация. Единственным противопоказанием для вакцинации является подтвержденная аллергическая реакция на белок куриного яйца. Других противопоказаний нет. Те люди, которые страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, нервной системы, они в первую очередь стоят в списке рекомендуемых людей, которые должны быть обязательно привиты, потому что они как переносят тяжелее само заболевание, так и больше подвержены осложнениям этого серьезного заболевания. А эту прививку от гриппа, ее можно совмещать деткам маленьким, у кого, например, подошел срок другой какой-то прививки? Да, эта вакцина, она инактивированная, то есть она убитая. Я немножечко на составе ее остановлюсь, что там входит несколько антигенов. И чем еще она отличается от тех вакцин, которые были ранее? Они содержали вирусы, вот полные вирусы гриппа в ослабленном состоянии. Сейчас наши вакцины современные, они более уже такие безопасные. И вообще на сегодняшний день считается, что вакцина против гриппа – это самая безопасная вакцина из всех существующих. Поэтому она включает в себя только уже, так сказать, частички, фрагменты вируса, которые предполагаются штаммы, циркуляция. Поэтому она совершенно безопасна, переносится очень легко, поэтому совмещать ее можно с многими прививками национального календаря. В индивидуальном плане, конечно, все это решает педиатр, либо терапевт у взрослого населения, с чем их можно совместить. И да, с многими вакцинами она совместима. А как долго формируется иммунитет? Вот уже сейчас нужно задуматься о том, или уже, быть может, даже чуть-чуть не поздновато становится? Вот сколько времени организму требуется, чтобы стать... До двух недель идет формирование иммунитета, защитного иммунитета до двух недель. Поэтому привиться сейчас... Самое время. Как Ирина Вальтина сказала, уже случай гриппа есть. Поэтому где мы столкнемся с ним и когда, это в ближайшее время, уже риск увеличивается больше. Поэтому как раз и вакцина обычно поступает в тот период, когда вот на этапе уже роста заболеваемости вирусными инфекциями обязательно сейчас привиться. Вот в данный период чем раньше, тем лучше. Хотя для вакцинации сроки даже оговариваются до февраля месяца. Но когда будет вспышка, мы не знаем, да. Поэтому тянуть, конечно, до февраля не стоит. Но сентябрь, максимум октябрь, надо основной массе населения привиться. Для того, чтобы у нас была хорошая иммунная прослойка, чтобы мы были защищены и защищены те люди, которые вокруг нас, у нас нынче вот такая вот цифра звучит, нам надо привить около 20 тысяч детского населения, для того, чтобы у нас был хороший иммунитет, чтобы мы избежали с вами вот таких больших вспышек, каких-то серьезных осложнений. А у нас, по-моему, около 35 тысяч, да? Нет, детского населения у нас 24 тысячи. И взрослых у нас. По городу нам в общей сложности надо привить 42,5 тысячи граждан. Из них вот практически 20 тысяч – это детского населения. Почему больше детского населения прививают? Потому что дети чаще болеют. У детей множественный контакт со сверстниками и с другими людьми. Поэтому, защитив детское население, тем самым мы защищаем и взрослых. Вот еще хочу вас уточнить. Есть, когда гриппом переболеют, очень частое осложнение – пневмония возникает. Вот существует прививка от пневмокока, спасает эта прививка от пневмонии, гарантирует она защиту? Грипп, оно действительно очень серьезная такая вирусная инфекция, которую перенести само по себе очень тяжело. Но почему мы защищаем население именно от данного вируса, а не от всех остальных вирусных инфекций, которые мы в течение года переносим неоднократно? Чем меньше дети, тем больше переносят. Но грозит большими осложнениями. И одно из них, их множество осложнений, но одно из них и такое частое, и такое серьезное, которое детям, взрослым, особенно уже с какими-то проблемами здоровья, тяжело переносить. Поэтому действительно это пневмония. Но пневмония может быть как вирусного характера, так и чаще всего все-таки она уже на фоне ослабленного организма вот этой серьезной вирусной инфекцией. Идет ослабление защитных всех сил, и начинает развиваться уже бактериальная флора. И одна из них – это пневмококковая инфекция, которая действительно чаще всего является причиной вот именно бактериальных пневмоний. Это не одна единственная причина, но мы на ней останавливаемся, потому что это вот она такая частая. И действительно против пневмокока у нас тоже есть вакцина, и тоже возможно защитить ребенка. То есть если мы защитим ребенка и от гриппа, и от пневмококковой инфекции, то мы только повысим защитные силы ребенка, взрослого человека, который либо не заболеет, либо если заболеет гриппом, то в легкой форме. И осложнения мы уже тогда сможем предотвратить. То есть двойная защита? Двойная защита, да. Это ничуть одно другому не мешает? Нет, только друг друга усиливают и поддерживают. Ирина Валентиновна, хочу с вами еще поговорить по поводу кори. Были зафиксированы в городе случаи. Какова сейчас ситуация? Насколько все спокойно, так скажем, родители до сих пор переживают? И как у нас обстоят дела с вакцинацией против кори? Ну мы уже проговаривали. Действительно у нас есть зарегистрированы два случая кори, заболеваемости кори. Корь привозная. Изначально это был случай привозной. И уже после этого один из детей заразился уже здесь. Карантинный срок еще не закончился. Он будет до 21 числа. То есть опасения еще, что возникнет какое-то заболевание кори у других детей, есть. Они реальные. Поэтому расслабляться не стоит. Значит, надо все усилия приложить для того, чтобы все-таки защитить своего ребенка, также и взрослое население от такой грустной инфекции. Вся проблема в том, что корь, она очень контагиозная. Значит, если заболевает один человек в подъезде, допустим, то есть риск заражения и всех остальных жителей подъезда. Корь сразу распознать невозможно. Она начинается как обычное вирусное заболевание, с кашля, с подъема температуры, с насморка. И только потом постепенно присоединяется сыпь, по которой, в принципе, можно и поставить этот диагноз. Но уже будучи вот на стадии вот этого продромального периода, период вот вирусного, вирусных проявлений, уже пациент заразен. Но мы его ведем еще как вирусного больного, и поэтому контакт его возможен с другими пациентами. Вот это самая большая сложность в том, чтобы правильно и своевременно поставить диагноз. На сегодняшний день, значит, у нас в городе непривито по поводу отказов более 500 детей. Из них, значит, часть – это неорганизованные дети, это 150 детей, которые не посещают дошкольные учреждения. 216 детей, которые посещают школы. И 172 человека, которые посещают детские сады. Мы вторую неделю работаем плотно с вот этой группой родителей, которые отказались от вакцинации своих детей. Помимо того, что мы приглашаем родителей, которые отказались на иммунологические комиссии в детскую поликлинику, мы еще активно в составе заведующей дошкольно-школьным отделением, представителей Роспотребнадзоров, ЭГБУС, выходим в образовательные учреждения, где наиболее больше зарегистрировано отказывают вакцинации. У нас таких шесть детских садов. В трех детских садах уже прошли такие расширенные заседания. Они проводятся вечером, тогда, когда приходит родитель, забирает ребенка, и удобно будет пообщаться с родителями. В каком саду есть результаты, родители засомневались и уже готовы на вакцинацию. В некоторых садах нет еще никакого ответа. Но мы уже посеяли, так скажем, зерно сомнения, и все-таки мы надеемся на разумное поведение родителей, и они защитят своих детей. Значит, на следующей неделе у нас планируется расширенное заседание для родителей школ и детских садов, те, которые не попали вот в эту группу, где массово отказываются. Кроме того, на уровне администрации был разговор на эту тему, было совещание большое. И сейчас прорабатывается вопрос организации всегородского, так скажем, мероприятия в каком-нибудь зале. Либо это Русь будет, либо какое-то другое помещение, где можно собрать много родителей одномоментно, где мы еще раз проговорим, что это такое, насколько это необходимо и насколько это нужно провести в данной ситуации. Увеличилось в последнее время число пациентов в вашем прививочном кабинете? Мне кажется, должно было увеличиться, потому что... Увеличилось, увеличилось. Вы знаете, когда она рядом, настолько близко к коре, то уже как-то задумываться надо. Увеличилось, вы знаете, но удивительно, что не на так намного, на что мы рассчитывали. Мы думали, что если мы расскажем все, что мы знаем об этой инфекции, и что эта инфекция рядом, а не просто где-то там еще за пределами города, то родители более разумно подойдут к этому вопросу и откликнутся более активно. Да, откликнулись, но не все. Еще есть где работать, есть контингент, который вот упорно прям вот не слышат даже. Вот сегодня проходила иммунологическая комиссия. Из 72 человек пришло только 6 человек, все остальные написали отказ. Даже от того, что прийти, пообщаться, побеседовать, узнать, может, какие-то вопросы у них есть, на которые мы бы ответили. Может, у нас какие-то вопросы. Совместная какая-то вот такая вот работа у нас сегодня не получилась. Это печально, конечно. Вот для таких родителей, еще раз, если даже говорить не конкретно, например, о гриппе, либо о коре, какому риску подвергают своих детей те родители, которые отказываются от вакцинации? Вакцинация проводится только против тех инфекций, которые сами по себе очень тяжелые, но и жизнеугрожаемые. Если ребенок заболевает данной инфекцией, любой, которая входит в национальный календарь профилактических прививок, это грозит либо серьезными осложнениями вплоть до инвалидизации, либо летальными исходами. От легких и простых инфекций никто вакцинацию не проводит. Поэтому задуматься над этим надо родителям. Естественно, есть индивидуальная работа наша. Мы предлагаем свои услуги по индивидуальной этой работе. Мы собираемся на иммунологических комиссиях еженедельно, два раза в неделю. Мы приглашаем родителей, те, кто желает, те, кто услышит наше мнение, услышать еще чье-то, в какой-то доступной форме информацию, не только средств массовой информации из интернета и разговоры между собой. Мы всегда готовы к этому общению. Я как аллерголог-иммунолог тоже записываю к себе на прием те родители, которые, конечно, хотят услышать какое-то мнение, а не просто вступить со мной в дискуссию и там чего-то сказать, рассказать какие-то истории, рассказывая про ноябрь, какие-то страшные истории, которые мимо нас пройти бы в любом случае не смогли, если бы были действительно какие-то осложнения. Поэтому на сегодняшний день просто у нас вот такая назрела актуальная ситуация, поэтому мы и разговариваем, это курь и грипп. Про курь хотела бы сказать вот несколько слов в плане того, что это настолько контагиозное заболевание, настолько страшное и настолько невозможно, как говорят многие люди, заболеем, вылечимся, пусть переболеет. Не дай бог никому заразиться данной инфекцией и переболеть. Это очень тяжело. Даже те, которые вот у нас заболели, лечились у нас с детской инфекцией, перенесли его тяжело. Хорошо, что это прошло без осложнений. Но самое страшное, что оно грозит еще и осложнениями. Осложнения могут быть со стороны любой системы, и дыхательной системы, и желудочно-кишечного тракта, и сердечно-сосудистой системы, и нервной. Любой орган подвержен то, как говорят, где слабо, там и рвется. И каждый человек может дать свое какое-то осложнение, которое тоже может привести к каким-то таким плачевным состояниям. И у взрослых особенно у них сердечно-сосудистая система на первое место выходит. А плюс еще и энцефалиты и менингиты, возможные коревые. А также коревые пневмонии, тоже которые очень тяжело переносятся. И уже по данным Всемирной организации здравоохранения, нынче вспышка вот этой кори, она не только нас коснулась и до нас дошла, но она уже коснулась и всего европейского региона. По данным Всемирной организации здравоохранения, только за первые 6 месяцев более 41 тысячи заболевших, из них 37 человек летальные исходы. Вот посчитать процент тут легко. А на любую вакцину, как обычно опасаются родители, что вот бывают какие-то осложнения, бывают какие-то серьезные. Вообще по статистике идет, возможно, одно осложнение на 2-3 миллиона населения от тех, кто получил данную прививку. Поэтому стоит вот задуматься и посмотреть. И то этот один человек из 2-3 миллионов, это, как правило, имеющий какое-то, чаще всего это все-таки врожденные, иммунные какие-то проблемы. Поэтому надо обязательно все-таки привиться их детей, защитить специфического лечения против вирусных инфекций нет. Ни одной. Поэтому и та же корь. Лечить, лечение только симптоматическое, жаропонижающие, какие-то... Противовирусные. Ну, противовирусные они не действуют, они повышают наш иммунитет немного противовирусный. Но если там болит горло, кашель, насморк, и вот как обычно мы лечим вирусную инфекцию. Но температура высоченная. До 5 дней, пока сыпь активная, температуру сбить невозможно. Ребенок это переносит очень тяжело. Соответственно, и родители. Возле этого ребенка, и мы, доктора, помочь ребенку не можем в этот период, потому что она практически ничем не купируется, эта температура. Ну и плюс вот эти вот осложнения. И единственная защита, и она практически стопроцентная, это вакцинация. Вакцинация у детей, опять же, согласно национального календаря, это проводится первая в 12-15 месяцев, и вторая в 6 лет. Если ребенок получает первую вакцинацию свою в годик, то процент защищенности составляет 85%. Поэтому вторая вакцинация, вот через 5 лет, как бы поддерживающая такая доза вводится, она уже составляет практически 100%. То есть дважды привитый человек, он защищен от кори. Гарантированно, что при встрече с ней он не заболеет. Также и взрослое население, согласно национального календаря, если вот сейчас возникает такая ситуация, то с года до 35 лет люди могут привиться, те, которые не болели корью, не имеют сведений о прививке кори, либо имеют одну вакцинацию против кори, им тоже необходимо задуматься над этим вопросом. Ограничений вакцинации по возрасту нет. Но вот именно календарь прописывает вот такие. По эпид-показаниям в этом же национальном календаре есть первая часть и вторая по эпид-показаниям. Это вот наша сейчас ситуация. Там уже ограничений по возрасту нет. Поэтому надо населению задуматься об этом. Это реальная такая угроза идет нашему здоровью. Поэтому и распространение, конечно, очень такое активное может быть. Поэтому надо защитить себя. Мы будем надеяться, что задумается наше население. Мы очень на это надеемся. Спасибо вам, Наталья Владимировна, Елена Валентиновна, за интересную беседу. Спасибо. А я хочу напомнить, наша студия открыта для всех. Если у вас есть интересная тема для разговора, мы готовы ее обсудить. Субтитры создавал DimaTorzok